Вспоминая те времена, хорошо, вот рос не рос. Достаточно солидный институт, в Курчатнике находится, в вычислительном комплексе. У него папа скорее солидный был в лице Курчатского институте, а мы солидность уже набрали постепенно. Своим трудом заработали. — Я даже помню, что на тот момент обсуждалось, что может быть на базе Рос не Рос сделать национальный рир. — Был такой проект, но не на базе Рос не Рос, а может быть Рос не Рос должен был выступить как начальная организация, которая будет формировать такой оригинал интернет-режистры. Это возникло в ходе обсуждения у нас внутри, между нашими операторами и с Райпом, с Райп НСС. И была достигнута вообще-то договоренность. И она была подкреплена тем, что небезызвестный Иоанн Пастел сказал в частном разговоре Игорю Семенюку, что если мы такой РИР создадим для экс-ЮСССР... — То есть это даже не только для России, а именно для постсоветского пространства? — Конечно. А по-другому там нельзя было. Здесь для государства РИР не создается. Там может быть только National Internet Registry. А это ничего не означает вообще. — А это для группы. Для групп стран только может создаваться. Ну так вот, он обещал выделить солидный блок номеров вот этих IPv4. И он бы их выделил, потому что раз он обещал, человек был ответственный. — Вот. И мы договорились с Райпом. Есть соответствующий документ, ну как бы устаревший, но он там где-то в архивах существует, о том, что вот создадим вот этот РИР, там туда-сюда. Там, по-моему, не было написано, что на базе Рос-Нейроса. А просто вот Рос-Нейрос должен был как субъект некий выступить, который будет... У меня не было такой идеи, что Рос-Нейрос там под себя должен это все подмять. Потому что ясное дело, что в этой ситуации нужно было какую-то международную организацию делать. Вот. И в принципе все было готово. Но нас торпедировали наши братья, а именно Украина, там, вот прибалтийские все страны. Они очень резко выступили против. И тогда меня защищали, защищала международная общественность даже. Не то, что вот наши люди. Я помню, письма поддержки присылали мне там какие-то люди из Голландии, там, из ФРГ. Потому что дискуссия, она стала такой, как бы... Общеевропейской. Ну, она просто в списках Райпа велась. И поэтому они себя вели довольно грубо эти ребята все. Вот. И говорили, что вот мы тут свои имперские планы, опять там, вот то, сё. И вообще они там агенты КГБ, там, в общем, всякую, извиняюсь, фигню писали. Я не то, чтобы обижался, потому что как-то... Но, с другой стороны, выглядело это не очень прилично вообще-то, честно говоря. Вот. Ну, а в частном порядке украинские товарищи мне потом сказали, они, в принципе, адекватные были. В отличие от тех, которые сейчас там, значит, разминаются, значит, на предмет того, что Россия враг там и так далее. Тогда же этого, как бы, не было. Они мне просто частным порядком сказали, ну, ты зря, говорит, так вот. Тебя, говорит, опыта просто нет. Надо было приехать, говорит, к нам. Значит, выпили бы совместно, там, посидели. Глядишь, может быть, и договорились бы. Ага. А вот так вот прям вот начал мне нам тут совать что-то, вот какую-то идею навязывать, как бы. Ну, они же гордые все. Понятно. Вот. А так, в принципе, да, договоренность была. И, в принципе, она имела смысл, потому что мы бы тогда получили... Я не помню, какой блок номеров, но он был довольно приличным. И нам бы хватило на всех. Это вот не то, что там у райпа там что-то получать, значит, в рамках там большой очереди там от всех, вот от всех государств. Это было возможность уже этот блок распределить, значит, соответственно, как-то внутри себя. Причем, насколько я помню, там была возможность и того, что люди могли продолжить работать с райпом. И так, и так можно было, по идее. Вот. Ну, не сложилось. Ну, что же сделаешь. Вот смотрите, такие серьезные проекты обсуждались. А почему вдруг было принято решение, вот из Рос-Нероса, который был и регулятором, ну, правда, была коронационная группа, да? Да, вот об этом сейчас вы говорите. И техническим центром, и регистратором. Почему вдруг было принято решение, что нам надо переходить к распределенной системе регистрации? Это 2000-й год, да? Ну, она немножко раньше созрела, потому что, ну, такая вот потребность, скажем, да. На самом деле распределенная система, она уже была. Она была в том виде, что у Рос-Нероса были партнеры, ну, или дилеры. Я не помню, там, какой вид договор был. Ну, короче, там было довольно много организаций. Агенты, да? Да, агенты. Ну, то не агентский договор был, я не помню, в каком виде было. Ну, короче, были организации, через которые регистрация и происходила. Они нам отчисляли просто, значит, соответствующие средства. Вот. И, как бы, она была готова, существует система. И дальше оставалось сделать этот вот шаг, переход от вот таких вот партнерских схем к независимым регистраторам. Вот. Ну, как бы, многие этого хотели. Тоже не без конфликтов там все это протекало. Ну, тем не менее, было понятно, что надо как-то вот двигаться в эту сторону. Единственное, что я хотел добиться, чтобы не была построена какая-то система вообще в стороне от всего, что вот мы сделали. А такие предложения тоже были. Забыть все это то, что есть, оно все неправильное. Давайте вот сделаем заново все. Вот. Ну, собственно, только вот это. А в остальном я понимал, что, да, это надо делать, потому что это и конкуренцию увеличивает, и, значит, систему упорядочивает. Естественно, что были еще соображения, связанные с тем, что Роснерос, поскольку он один из регистраторов, то он там что-то мухлюет. А, Роснерос, да, действительно, он сам регистрирует и партнер регистрирует. Это нормально, это, кстати, международная практика. Деник так, например, работал. Я не знаю, как сейчас. Белорусы сейчас так работают. Ну, просто обычно цена в регистратуре, она выше. Типа вот мы тут очень качественно все делаем, у нас тут все тут как бы рядом, тут и база рядом, все рядом. Вот. А так, в принципе, это нельзя сказать, что это вот мы там что-то такое напридумывали. Это нормальная практика, такие схемы есть. Вот. Ну, сделали схему совсем разделенную, когда технический центр, мы выделили регистратора, РУ-центр, который достиг больших успехов, естественно. Ну, поскольку он получил какую-то начальнюю... Наследие было как раз, которое было, конечно. Наследие было, да, потому что все то, что было зарегистрировано в РУ-центр, там была возможность перейти к любому регистратору. Ну, поскольку привыкли работать с Роснейросом, то группа, значит, соответствующая была отделена людей, они ушли в РУ-центр, и, конечно, клиенты, они, в общем-то, захотели продолжить. Это был единственный регистратор за всю историю российского рынка, да, регистрация доминов, который имел форму автономной некоммерческой организации долго. На начальной стадии, да, да. Потом уже была создана... Ну, преобразовать нельзя было, поэтому была создана коммерческая уже организация. Ну, оно-то не очень приспособлено к коммерческой деятельности, это хорошо известно. Это как раз, чтобы вот это наследие было, и это в чем-то проявлялось очень долго, то, что у РУ-центра были большие социальные обязательства. Ну, да. Здесь, опять же, надо вспомнить, что... Вот вспоминаются там все эти разговоры, как это Артемий Лебедев на встрече с Путиным сказал, зажравшийся рос, не рос. Это очень как бы популярно одно время было, вот это цитировать его. На самом деле, люди представляли себе, что мы тут как сыр в масле катаемся, там, черную икру едим, там, ложками, там, все на мерседесах. На самом деле, суть была в том, что рос не рос, это же не коммерческая организация, и, соответственно, весь доход, который мы получали, он либо, значит, вкладывался вот в этот проект, в его развитие, ну, либо какая-то часть, значит, соответственно, уходила на развитие научно-образовательной сети. Вот, поэтому все как бы было в дело, значит, соответственно, которое было в некотором смысле государственное, потому что научная сеть, это была всероссийская научная сеть. Это РБНЭТ, которая? РБНЭТ, да, да, это РБНЭТ, значит, да. И она вузы и научных центрах объединила? Ну, да, она фактически была как базовая сеть для различных региональных сетей. У нас схема была похожая на НСФНЭТ, ну, в некотором смысле с нее там и срисовали. Ну, то есть есть базовая сеть, а к ней уже подключаются не отдельные организации, а региональные сети. То есть, скажем, сеть научная, какая-нибудь, Академия наук, она там обычно включалась, а не только там какую-то одну организацию, один институт, а несколько институтов, они как-то там кучковались, подключались к РБНЭТу. Точно так же и университетские сети, они тоже объединяли вузы в регионе, школы. А мы занимались тем, что обеспечивали возможность подключения к сети, выход международного, внутреннего обмена и выход в международные сети. Это очень серьезная была сеть, про нее забыли уже, к сожалению. А так вообще-то она была, по-моему, третья в России, вообще третья по количеству клиентов, людей, которые... Ну, поскольку, понятно, подключаешь университет, там тысячи людей, вот если все это пересчитать, то мы прикидывали там где-то на третьем месте была среди всех сетей, включая коммерческие. Вот. И фактически, значит, после того, как, значит, соответственно, произошло вот это разделение, это где-то, значит, у нас, ну, фактически оно в 2000-м стартовало, в 2001-м у нас... То есть, вы регистраторы заработали уже самостоятельно. Да, да, да. Ну, РБНЭТ существовало где-то примерно до 5-го, 6-го года, вот так. В общем-то, мы продолжали использовать те средства, которые уже РУЦентр зарабатывал. Да, от регистрации доменов, как говорится. Ну, там, зарплата людям там, ну, понятно, в общем. То есть, вот эта вот, как вы говорили, некая социальная ответственность, она продолжилась. И уже после того, как совсем все прикрылось уже, ну, тогда уже началась полностью коммерческая работа, фактически, РУЦентра, когда, значит, соответственно, вот это перетекание средств в различные такие государственно значимые программы, она прекратилась. Но в целом, я уже где-то об этом говорил, причем не раз, у нас с государством получилось в смысле финансирования сети РБНЭТ где-то пополам. То есть, за все вот эти, за все эти годы, с 95-го, наверное, да, с 95-го, с 96-го по 2005-й, это у нас, ну, 10 лет, 8-10, ну, где-то вот так. Значит, и государство, и РОСНЕРОС, ну, потом там часть от РУЦентра, значит, но, тем не менее, значит, вот эта вот часть, и часть государства, которые государство вложило, примерно по 12 миллионов долларов. То есть, вполне себе ощутимая цифра, вообще-то. Вот. Так что, это, ну, это, как бы, для, вот, начальной стадии работы такой системы, да, вот, когда регистратура образуется, регистрация доменов. Обычно в других странах это тоже происходило на базе научно-образовательных операторов, на постсоветском пространстве, да и в Европе, кстати. Ну, и да, и вот это вот такое, некое перетекание денег, оно всегда происходило. Только в отличие от, значит, зарубежных систем, у нас начальная стадия развития доменного всего этого хозяйства государственной поддержки не получила. В силу того, что у нас не было целевого финансирования научных сетей вначале. И мы просто за счет вот распределения, ну, косвенно, понятно, там, зарплату получали люди какую-то, но она, как правило, вся складывалась вот из этой деятельности негосударственной. Про правила регистрации давайте поговорим. Вот Роснерос сразу создал вот координационную группу, это был прототип, прообраз координационного центра нынешнего, да? Да. А задачи координационной группы были именно, по-моему, в первую очередь, разработка правил регистрации. Ну, конечно. Ну, я так считаю и сейчас. Вот задача координационного центра тоже, прежде всего, разработка правил и построения различных программ, которые популяризируют домен, правильно? То есть, это вот и есть основная цель. А ну, тогда насчет того, чтобы какой-то маркетинг, связанный с доменом RU, речи не шло, тогда просто надо было обеспечить его нормальную работу, нормальное функционирование с учетом всяких международных правил и так далее. А вот специалистов-то, собственно говоря, и сегодня-то не так много по системе доменных имен. А тогда, кто вошел в состав координационной группы, как их искали? Ну, у нас, и что их искать-то было? У нас вот были семь операторов, которые подписали вот этот протокол, в соответствии с которым, значит, Роснеросу было передано, право быть администратором, ну, делегировано, скажем, право быть администратором домена RU. Ну, и, соответственно, это были операторы. Там был, соответственно, персонал соответствующий, который имел опыт уже работы и понимал, что такое ДНС, что такое домены, там, RFC всякие читали и так далее. Они вошли, то есть начальный состав координационной группы, он был чисто экспертный, то есть там были эксперты, а именно администраторы сетевые в основном. Это было безвозмездно, так общественно. Да, конечно, конечно. А потому что эти организации, которые делегировали Роснеросу вот эти права, они же домены-то использовали, для них было важно, чтобы это дело как-то контролировалось. Потому что одно дело, когда там Роснерос внутри себя сидит, что-то выдумывает, и неизвестно, куда заведет, можно сказать. И другое дело, когда от организации делегировались люди, которые, соответственно, участвовали фактически в управлении. Разработка правил – это и было управление. А так это, конечно, с точки зрения формальной общественной работе. Но, по сути, эти люди были делегированы своими организациями, операторами, заинтересованными в том, чтобы весь этот процесс был подконтролен. И чтобы вся эта система работала нормально. Ну, бизнес-то в конечном итоге, он тоже использовал все эти доменные имена, для того, чтобы с клиентами работать. Почему было решено сделать такие либеральные правила? То есть очень многие национальные домены, особенно на постсоветском пространстве, во-первых, и не всегда была доступна регистрация на втором уровне. Кое-где она до сих пор ограничена только владельцами, правообладателями товарных знаков. А только резидентом, например. А в России, по-моему, самые либеральные на постсоветском пространстве были. Да, ну это понятно, что здесь, я считаю, два момента. Один, это то, что государство не вмешивалось. Если бы оно вмешалось, оно сразу бы нам... Какие-нибудь ограничения? Нам бы сразу выставило там кучу всяких разных ограничений. Ну и правильно бы, наверное, сделало, но с своей точки зрения. Но с точки зрения развития домена это было бы неправильно. Потому что, как известно, все эти домены национальные, они стали развиваться активно только после того, как там были либерализованы правила. Они таки были, это потом уже либо либерализованы. А вторая причина, это то, что в основном там были технические специалисты в координационной группе. Там не было каких-то администраторов с какими-то там поползновениями всякими. Да, собственно, там и юристов как-то не очень много было. Поэтому вот, а технические люди, они как бы не хотели заморачиваться-то. Чем проще, тем лучше. Так что, да и вообще интернет, он в самом начале строился, исходя из того, что простая система максимально надежная и максимально устойчивая. Поэтому надо делать все проще. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok